Средневековье. Медиация и те чувства, которые испытывали жители средних веков. Очень сильная статья. Красота конфликта. Мы примерно в 12 тысяч раз прочитали эту статью. И вот представьте себе, что в этой статье вы ставите свою рекламу. Да? Небольшую. Допустим, Сирия Владимировна Булгева, медиатор, Красноярская. Координаты. То же самое можете сделать вы. Вот эта реклама будет очень даже хорошо прицелена в вашу аудиторию. У нас, во-первых, она по затратам, условно говоря, ничего не стоит. Надо выбирать тот материал, который вам по-настоящему интересен. Он вас затронул. Он находит толк ли в вашей душе? Тогда вы это рассматриваете не как работа, а как хобби. И вы создаете новый материал, исключительный. Какое-то время этот материал будет эксклюзивный. Даже если его кто-то перекопирует, другой. У нас был такой анекдотический случай. Мы создали мультик, связанный с семейными конфликтами. Семейная медиация. Наверное, после второго чайпития, я его просто покажу вам. Вдруг, спустя полгода после этого создания мультика, мы видим, как великолепно решается семейная медиация в городе Челябинске. Телефон. И потом следует наш мультик. Я набираю этот телефон, спрашиваю, почему вы покидали наш мультик? Ведь мы с вами коллеги. Зачем чужую интеллектуальную собственность крадется? Там оказался молодой человек, который принес свои извинения. Говорит, вы знаете, мы так до конца не разобрались. Нам показалось, что это американский мультик. Не было опознавательных плакотипов и так далее. Но ничего, извините, мы удалим. Смотрю еще через некоторое время. Они создали альтернативный мультик. Семейная медиация в городе Челябинске. Я говорю, хвалю, молодцы, замечательно. Никто не в обиде, ни на кого. Но самое главное, смотрите, мы начали этот починк. Мы стали создавать мультфильмы о медиации. Никто другой это почти не делал. Теперь появились коллеги в других городах. Вот донести идею нужно... Хорошая идея, которую понимают люди, начиная с 5 лет и до 75 лет. До самой глубокой старости. Значит, есть шанс, что эта идея правильная. Можно сказать еще? Ну, пахнет. Я хотел другую презентацию поставить. За одну муточку. Мы хотели с вами рассмотреть международные техники стиля медиации, которые ориентированы на условия России. Итак, давайте еще раз для закрепления. Сначала базовый курс, потому что мы его должны знать буквально как отче наш. Базовый курс. Основан на методе принципиальных переговоров. Смотрите. Отделять людей от проблемы. Цель. Взаимовыгодный результат. Исходить из интересов, а не позиций. Изобретать взаимовыгодные варианты. А только потом принимать решения. Использовать объективные критерии. И результат не должен зависеть от личных качеств. Еще великолепный принцип. Быть мягким по отношению к людям, но жестким по отношению к проблеме. А вот здесь вы видите фотографии. Фотографии сверху Роджер Фишер. И снизу его ученик Уильям Юрий. Это Гарвардская школа принципиальных переговоров. Все эти презентации у нас просто есть. Ольга, вы поймите. Они есть, да? Они есть. Я просто хочу, чтобы вы это вспомнили. Но при этом, как мы говорили, недостаток Гарвардского метода переговоров заключается одновременно в его достоинствах. Во-первых, не так-то просто людей отделить от проблем. А во-вторых, постулировать наличие интересов у каждого человека оказывается не совсем правильный подход.